Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, служба адаптации иностранных граждан в КФУ. В настоящее время иностранный гражданин, пребывающий в КФУ, включается в широкое поле адаптации как в городе Казани, так и в самом университете. Поскольку ежегодно у нас прибавляется до тысячи человек, мы уже работаем над тем, чтобы создать систему работы по адаптации иностранцев. Тем более, что самая современная материальная база нашего университета и поддержка правительства, республики, мэрии Казани, общественная организация иностранных студентов Казани, они помогают нам проводить самые масштабные мероприятия совместно. Ну и встает вопрос о системе работы по адаптации иностранцев. В настоящее время наша служба адаптации включает в себя отдел адаптации иностранцев с четырьмя сотрудниками, причиняется непосредственно директору департаменту. Посмотрим нашу работу. Следующий. Перед основные этапы адаптации иностранных граждан, включая сервисы их поддержки. Как известно, адаптация включает в себя три этапа. Подготовительный, основной и заключительный. На подготовительном этапе мы ведем переписку с нашим будущим обучающимся. И здесь он сразу загружает сканированные документы в систему для распознавания инострификации. Также за месяц до приезда он получает список тех документов, которые он должен привезти с собой. Документы по образованию затем используются в процедуре легализации инострификации, которые проходят они здесь непосредственно в университете. Узнать поподробнее о самом университете они могут на обновленном сайте КФУ, который доступен на русском и восьми иностранных языках. Поскольку у иностранных обучающихся остается достаточно много вопросов, в настоящее время наши студенты разрабатывают сайт нашей общественной организации «Союз иностранных студентов и аспирантов» УФСКФУ, на котором иностранные активисты будут отвечать на их вопросы. Сначала мы думали о мобильной версии, но все-таки остановились на версии сайта, поскольку она информативнее. Как известно, одним из мешающих условий успешного обучения служит освоение языка. Причем у нас только китайские студенты, некоторые проходят курсы русского языка в Китае, основная же масса изучает его здесь, на подготовительном факультете, где в настоящее время обучается порядка 300 студентов. Причем часть из них это из Латинской Америки и китайские татары, они обучаются полтора года. Причем с прошлого года мы начали этот проект, в этом году мы его развиваем. Это проект «Добро пожаловать в КФУ», где студенты первого и второго курса Института международных отношений и востоковедения, которые в будущем будут профессиональными, это будущие профессиональные страноведы, они общаются с ними и, соответственно, они их учат русскому языку, как носители языка. А иностранцы, как носители языка, обучают их, соответственно, своему языку, культуре, обычае и традиции. В будущем мы планируем к этому проекту привлечь студентов первого и второго курса Института, поскольку это будет полезно и им, для того, чтобы лучше знать иностранные языки, изучать вместе с носителями, быть более конкурентоспособными после окончания университета. И преодоление языкового барьера происходит быстрее, чем из общения быту и в неучебное время. Также мы студенты подготовительного факультета, как и стажеров, заселяем в одних домах с активистами Совета иностранных студентов и аспирантов, и поскольку большая часть из СНГ и хорошо знает русский язык, поэтому это и дополнительное изучение языка. Для помощи социально-бытовой адаптации есть кураторы землячества. В плане социально-культурной адаптации для них мы проводим такие культурно-массовые мероприятия, как фреш, да и праздник русского языка, литература и культура, вечер дружбы, и его помогает готовить, конечно, преподавателя подготовительного факультета. Мы проводим анкетирование для студентов подготовительного факультета, планируем также проводить его для стажеров и для вновь поступивших аспирантов. Институты также анкетируют своих студентов первого курса. Анкетируют помогают нам выявить их социальный портрет, желания, намерения, таланты, какие у них есть психологические проблемы, способности к лидерству и тому подобное. Основной этап. Под ним мы понимаем обучение по основным образовательным программам студентов и аспирантов, включая стажеров. Также это непосредственно работа внешних специалистов, когда они к нам прибыли. Здесь идет краткий предварительный этап переписка до приезда с документами за месяц. При приезде мы всех просим с собой привезти медицинские справки на русском или на английском языке, для того, чтобы более оперативно заселить их в общежитие. На сайте мы будем в ближайшее время разместим подробную презентацию по прибытии и оформлению заселения иностранных обучающихся отдельно по линии приемной комиссии, отдельно по линии ДВС. Давайте посмотрите, что на экране. Презентацию. Это один кадр? Это образец. Это образец. Такая будет презентация, где указано что и так далее. Через. Она будет лишь. Кто-то что-то там увидел, ну ладно. Это общая. Да, она будет на сайте университета подробно. Вы ее там подробно и увидите. Следующий. Также мы готовим брошюры на пяти основных иностранных языках по вопросам проживания, социально-бытовой адаптации, профилактике экстремизма и терроризма. Сергей Анатольевич, ну я извините, что прерываю. Просто показываю такой слайд, который не виден даже вблизи. И коллегам как-то демонстрировать, наверное, было не очень хорошо. Если это будет где еще расположено? Вы говорите, сайт будет... Да, соответственно, мы сделаем брошюры, они будут тоже выложены на сайте. Значит, это будет на сайте. Ну, также мы сняли ролик по уборке жилой комнаты и также переводим его на пять основных языков. Он тоже будет выложен на сайте. В соответствии с присыланными заявками на сайт, для многих пребывающих иностранных обучающих всех категорий работает проволосочный трансфер. Большие группы по предварительным заявкам встречаемых в служебных автобусах КФУ. Их сопровождают земляки из числа наших активистов. На КПП общежитий встречает многое заселение активистов Союза иностранных студентов и аспирантов КФУ. Для внешних специалистов организован проволосочный трансфер и заселение в гостевой дом КФУ. Также для иностранцев есть размещение на квартирах по желанию, но таких обычно немного. И всего лишь несколько процентов от общего числа. В настоящее время мы создаем карантинную зону в деревне Русиады на 58 койко-мест. Постоянную карантинную зону на 23 койко-мест. И с конца августа по началу октября временная карантинная зона на 35 койко-мест. В ней будут находиться иностранные обучающиеся, приехавшие без медсправок, без селения в общежитии, а также в те, кто прибыл из стран, внесенных эпидемиологами университетской клиники. По рекомендации Роспотребнадзора список неблагополучно. Большую роль в адаптации иностранных обучающих сыграет сообщественная организация «Союз иностранных студентов и аспирантов КФУ, УФС КФУ», продолжающий богатые традиции, созданных в первой городе Казани в 1978 году в Казанском университете клуба «Интернациональный дружбы сотрудничества». В нем активно работают и российские студенты. Мы реформировали структуру данного союза с учетом того, что появились представители иностранцев в институтах и общежитиях. Добавились языковые дискуссионные клубы для развития языкового сервиса. При поддержке ректор КФУ организовали международный клуб «Деревня Всяды» и в открытии состоялось 23 апреля. И совсем недавно. В настоящее время у нас есть кураторы мини-землячества для подготовительного факультета. Сейчас мы набираем кураторов мини-землячества для помощи будущим студентам первого курса во встрече в социально-бытовой адаптации. Это не только земляки и члены студенческого актива, а также заинтересованы российские студенты. Они проводят ориентационно-бытовые консультации, объясняют, как одеваться, что готовить, как правильно тратить деньги, вести личный бюджет, удерживать от нарушений противоправных действий. При размещении учителями религиозные отношения, например, нельзя совместно селить мусульман и студентов из Юго-Восточной Азии, и также взаимоотношения между странами, то есть те, которые или воевали, или находятся в неприязненных отношениях. Также мы ввели институт заместителей и председателей студсовета в домах по работе с иностранными студентами. Всем иностранным обучающимся предлагается оформить полис добровольного медицинского страхования, включая репатриацию. Без него мы не заселяем в общежитии. Как обычно, в общежитиях проводятся собрания по правилам проживания в общежитии с ответами на возникающие вопросы. В институтах проводится ретационный день. Общее собрание с объяснением правил внутреннего распорядка университета, традиций КФУ, особенностей имеющихся учебных программ в рамках социально-академической адаптации. На первом этапе важно привлечь позитивных земляков для успешной социально-бытовой адаптации. В сентябре мы проводим встречи с лидерами молодежных национально-культурных автономий с тем, чтобы также вовлечь их мероприятия на уровне города Казани и способствовать укреплению интернациональной дружбы. В 2015 году мы провели 8 собраний со студентами из СНГ, с участием руководителями национально-культурных автономий, наркоконтроля, ступоликлиники, подразделения БД по профилактике экстремизма. В начале каждого семестра организуется личное дежурство кураторов учебных групп в общежитиях для того, чтобы студенты лучше адаптировались тоже. С первых дней обучения в КФУ иностранные студенты вместе с учебными группами посещают музеи и университеты, увлекаются творческую и спортивную общественную деятельность. С 2016 года заместитель директора по социально-испытательной работе каждого института составляет отдельный план работы с иностранными студентами. Наш отдел в рамках методической помощи разработал для них примерный план. Также мы выступили на собраниях между старостами и кураторами учебной группы и сейчас разрабатываем для них краткие методические рекомендации по работе с иностранными студентами. Что касается социально-культурной адаптации. Ежегодно иностранные обучающиеся активно участвуют в мероприятиях, организуемых в университете, посвященных дню рождения КФУ, дню студента, дню первокурсника, победе в Великой Отечественной войне и других в различных спартакиадах, соревнованиях. Например, 40 иностранных студентов, включая одного студента из Ганы, участвуют в студенческом марше победы, который состоится завтра, 30 апреля. Кроме этого, Союз иностранных студентов совместно с Департаментом по внешним связям и Департаментом молодежной политики КФУ сами ежегодно организуют культурную массу и спортивно-оздоровительные объятия для всего университета. Стали доброй традицией проводить иностранные обучающиеся КФУ фестиваль дружбы народов, калорсов, завод, КФУ, день весеннего равноденствия, наврос, байрам, день иностранного первокурсника, рождественский вечер, день Африки и другие. В рамках мероприятия проводятся фотовыставки, гала-концерты, круглые столы и спортивные соревнования в более крупных мероприятиях. В них участвуют иностранные студенты КФУ и других вузов города Казани, а также приглашенные гости из вузов России. Совместно с Департаментом КФУ мы проводим ежегодный фестиваль китайской культуры. На все мероприятия мы приглашаем внешних специалистов. Ежегодно организуется посещение исторического и других музеев КФУ, где иностранные учащиеся прикасаются с историкой КФУ и связанных с ними научных открытий. Иностранные студенты и аспиранты охотно посещают музеи города Казани, экскурсии по городу, участвуют в поездке в республике Тарстанбол, Болгород, Свияж, Сфраийский монастырь, Ленин, Кокушкин и другие. Иностранные обучающиеся активно участвуют в самых важных мировых спортивных событиях, а также представляют свою работу с иностранными обучающимисями молодежных саммитами, странных в ВИКСах и других. Также они периодически участвуют во встрече чрезвычайно-полноучных посланий и официальных делегаций своих стран. Союз иностранных студентов и аспирантов активно участвует в обмене опытом, посещает все съезды АИС, посещает различные форумы и конференции, представляет работу с иностранными обучающимисями на встречах с руководством Россотрудничества с проекторами социально-испытательной работы в федеральных университетах. Вот уже говорилось о поездке в ВИСИС в апреле месяце, где также были и бои наших сотрудников, нашего отдела. Представитель волонтерского центра активно участвует в процессе создания фото- и видеоматериалов для выставок и презентаций КФУ в РФ и за рубежом и выезжает совместно с сотрудниками Департамента внешних связей. Также УФС КФУ активно участвует в организации проведения городских мероприятий для иностранных учащихся совместно с АИСа города Казани, Комитетом по делам иностранных студентов, Лиги студентов РТ, Молодежной ассамблеи народов нашей республики и другими вузами, форумов, круглых столов, фестивалей, спортивных турниров, различных конкурсов и так далее. Большая часть из них возникла при активном участии иностранных студентов КФУ и зародилась в стенах нашего университета. Например, городская олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов, мозг, дружба, тьютерство по социально-культурной адаптации и другие. Также УФС КФУ проводит информационную поддержку иностранных учащихся в социальных сетях, то есть есть свои социальные группы ВКонтакте и Фейсбуки. Также издается своя газета «Colors of the world.kf.ru» и информация о всех проводимых мероприятиях, она выставляется на сайте КФУ, соответственно, и проходит по новостям и специальным передачам телевидения в университетах. Вновь прибывшие иностранные обучающиеся обеспечиваются информационным материалом по КФУ и путеводителем по городу Казани, который был разработан Лигой студентов РТ. Ну, а если говорить о психологической адаптации, то есть содействие психологической службы КФУ прямо в деревне Всяда, которая находится в ней. Есть комната психологической разгрузки, психологические тренинги проводятся и дальние консультирования. Пока они, к сожалению, приходят единично, но мы будем еще шире рекламировать, ну и объяснять разницу, чтобы они правильно воспринимали психолога, потому что некоторые, как и россияне, будут психологом-психиатром. Итак, критерии успешной адаптации. Значит, первый – это социологические опросы, мы об этом расскажем, Мария Юрьевна. Второй – участие в конкурсах, 21-й. Помощь в адаптации новой прибывшей на обучение иностранцев учитывается в качестве одного из важнейших критериев при участии иностранных студентов в конкурсе «Студент года КФУ» и «Студент года РТ» в номинации «Лучший иностранный студент года». Ежегодно мы уверенно входим в число победителей на республиканском конкурсе. Традиционно проводятся встречи иностранных обучающих с руководством, проектором по внешним связям и директором департамента внешней связи. Лучший активист участвует во встрече студенческого актива КФУ с ректором. Лучшим иностранным пустникам, как и другим лучшим пустникам КФУ, диплом по традиции торжественно вручает сам ректор. И третий, заключительный этап – работа с выпускниками. Работа с выпускниками-бакалаврами. Здесь многие уходят в магистратуру, и мы, естественно, даем самым активным из них, мы даем рекомендации магистратур КФУ и других вузов. Ну, например, сейчас в Москве обучаются члены сполкома АИС России и ПНИ, который у нас закончил бакалавриат где-то год назад. Также рекомендуем в аспирантуру, введем базу данных по выпускникам, ну и анкетируем с тем, чтобы они могли дать свои пожелания дочим вслед за ними. Также обеспечим по необходимости трансфер, ну и, естественно, проживание во время оформления документов для студентов дальнего зарубежья, юридическую поддержку. Также организуем вечер выпускников с ручением подарков и флешек с материалами по КФУ. Также налаживаем общение с ними в социальных сетях, ну и в будущем, скорее всего, надо будет создать отдельный сектор в союзе иностранных студентов и аспирантов. У выпускников организуются замечательные и забываемые прогулки на теплоходе по Волге. Все вышесказано помогать не только системно адаптировать иностранных обучающихся, но и предупредить возникновение межнациональных и межконституциональных конфликтов, и сплотить иностранных обучающих с разной культурой и вероисповеданием под эгидой КФУ. То есть на выходе каждый студент, выпускник, полномочный представитель КФУ в своей стране. Поэтому мы прививаем понять человек мира, поскольку выпускника КФУ можно встретить и отличить любой точке Земли. В настоящее время разрабатываем концепцию воспитательной работы с иностранными, обучающимися и программами их воспитания. Спасибо за внимание. Спасибо. И так, да, пожалуйста, вопрос. Так, кто хочет вопрос, пожалуйста, задавать. Мы проводим у вас собрать ученицы в данном студии. Это мы непосредственно проводим вместе с администрацией общежития совместно. Можно задать, пожалуйста? Да. Так, еще вопрос, пожалуйста. Мы сначала информация, что предприятия на северном течении, для того, чтобы не было пользы вообще в реакции. Что делать с ученицами, для того, чтобы не было пользы? Человек, который приезжает ночью, он будет заселяться непосредственно в карантинную зону. Но заселяться на постоянное место жительства он будет после оформления документов. Если уже это в квартире нет, то полиция? Соответственно, мы убеждаем, чтобы он его оформил. Мы не заставляем их это делать, это полиция добровольного медицинского страхования. Но он пишет в этом случае заявление, что он обязуется сам оплачивать эти расходы. И заодно указывает, кто, если, боже упаси, с ним что-то случится, кто может гарантированно эти расходы оплатить. Вы знаете, там ситуации были несколько у нас, когда студенты, которые не хотели по каким-то своим внутренним причинам оплачивать добровольный полис, сказали, ну хорошо, и произошло все, заболели, да болезнь-то, в общем-то, но в больничку попали, типа грипп, РЗ, там что-то. И он такой радостный, типа, вот меня сейчас полечат, и ему вопросов нет, вот счет оплачивайте, будем лечить. И когда там начались истерики, что как же так, у меня нет денег, но ты же не захотел покупать полис, у тебя были какие-то соображения. Эту историю так постарались довести до сведения других студентов. После этого покупают, покупают, тем более, что стоимость достаточно невелика на год. Там около 5 тысяч. У нас получается 3,5 тысячи стоит основной полис, плюс тысячи полис на репатриацию. Просто когда мы столкнулись с ситуацией, когда, к сожалению, происходит случай, когда, например, человек не играет в ваку. Ну, произошел вот такой случай. Да, да, то мы об этом задумались, сейчас это тоже включено. Кстати, вы знаете, я хотел сразу... Мы рекомендуем, чтобы это было обязательно. Можно? Да. Спасибо. Так вот, я еще говорил, что в выступлении Цветкова будет эпизод, который он скажет о наличии у нас ответа на вопросы Зика. Там перед этим еще у нас была зараза. Как она ее? Да. И нас тут тоже, видите, запугали, что приедут и всех-всех заразят немедленно, значит, и все вот тут заболеете, помрете. И у нас был поставлен вопрос сделать карантин. Вот обычно у всех проблема с местом, там, где это организовывать, но мы смогли это сделать. И в этом году с осени будет действовать карантинная зона, хотя там еще много нерешенных вопросов, но принципиальное решение есть. Мы часть места общежития отдаем под временную и постоянную часть, где будут находиться те, кто приедут без соответствующих документов, и кого надо будет выдержать некоторое время. Тем более, что эпидемиологи, с которыми мы работаем, нам назначили минимальный срок, там, от 3 до 5 примерно дней замеры температуры и все такое. То есть у нас приезжающие из эпидемиологически опасных стран студенты будут попадать туда, даже невзирая на свои справки. Потому как прецеденты при наличии справок и, более того, проверок у нас тоже возникали, там, типа педикулеза, не стало ли всего вдруг, да. Ну, это, конечно, было очень приятно. Вопросы? Да, пожалуйста. Красивая зона, это отдельно стоящие здания? Нет, это отдельная зона. Это отдельно стоящие помещения внутри здания со своим входом, со своей вахтой и изоляцией от остальных. Это мы выделяем на первом этаже наших общежитий. Общежитие одного. Там есть двери, которые перекрывают вход, и есть отдельный вход с улицы, где будет пост, и они будут именно там. С пропусками специфического цвета, еще какого не решили, всем, чтобы они, значит, заходили только туда и не шастали, их ни в какой дом не пустят. Там ведь у нас много этих домов, более 30 штук, поэтому вот будет решено так. Да, пожалуйста. Вот, а если это карантин, то они с сотрудниками администрации общаться будут? Больной вопрос. А куда деваться в администрации? Общаться надо. То есть они придут в корпус сами, и сотрудник не придут? Вы знаете, тут будет зависеть от того, на предмет какой болезни или там какой гадости мы будем их там держать. В некоторых случаях они будут там сидеть практически безвылазно, ну, за продуктом питания ходить будут сами. Магазин рядом? Первичный, правильно? А? Первичный, правильно? Первичный. Нет, нет. А тот, который... Тогда, ты здесь? Да. Это его голос. Я слышу голос. На самом деле, вот, при первой же подозрении, что там действительно что-то есть, они будут переводиться в инфекционные блоки соответствующей больницы. То есть тут очень строго будет. Я правильно ответил, Фаррифор? Да, конечно. Ну, все, вот, не спорь с начальником. Ничего, просто, пожалуйста. Нет? Вот насчет молельной комнаты, что был разговор насчет комнаты для намаза. Ну, мы всегда объясняем студентам, что у нас светское учебное учреждение, поэтому мы это не выделяем, потому что иначе придется для всех конфессии это делать. Те, кто пытается это делать в главном здании, а такие попытки единичные были, мы их просто останавливаем тактично и разворачиваем, чтобы они этого не делали. А что касается проживания в чужитии, мы им объясняем так, что если вы согласовываете это с соседями по комнатам, и они полностью согласны, что вы это делаете, в этом случае да. Если нет, то нет. То есть в этом случае они еще и учатся их толерантности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.